Говоришь? Всё. Друзья, всех приветствуем. У нас сегодня замечательный гость в нашем разборе, в нашем эфире, Люба. Я не знаю, о чём мы сейчас будем говорить, но у нас сегодня просто изначально в понедельник я решил поднять очень важную тему – это закон ответственности. Мы будем периодически разбирать разные законы, которые мы проходим в Академии. Это закон номер один, который мы детально изучаем на первой неделе обучения в нашей Академии. И сегодня было несколько постиков, таких коротеньких, на эту тему. Поэтому расскажи, что тебя, может быть, заинтересовало, почему ты вышла в эфир. Значит, было написано у вас в посте, что есть ситуация, допустим, когда у вас есть муж, который либо не работает, либо не зарабатывает, либо ситуация, где вы баба-конь, как скажет Сати, а муж у вас в тапочках со стразами лежит и ничего не делает. И я думаю, что такая ситуация, она либо есть в жизни большинства женщин или многих женщин, либо имела место быть когда-то. И лично у меня такая ситуация имела место быть, когда мой муж не мог найти работу. Ну, просто не мог найти работу очень-очень долго. Поэтому мы очень-очень замечательно жили, когда работала я, потому что я ее могла найти, и, в общем-то, я все могла. И сейчас, допустим, когда я хочу вступить в отношения с мужчиной, у меня есть вот этот страх. Страх того, что ситуация может повториться. Причем на этапе входа в отношения с мужем он работал, я не работала, я вообще тогда еще училась, скажем так. И у меня были надежды, что мой муж возьмет ответственность на себя, вот эту мужскую, по добыванию мамонтов. Мы будем жить долго и счастливо. Но мои надежды не оправдались. Сейчас я уже, конечно, не 20-летняя девочка, какой-то страх того, что мужчина даже, пусть на момент входа там успешный, который обеспечивает семью, может стать вот таким вот, не могу найти работу, у меня проблемы бесконечные и долгие. Вот как у меня вопрос с этим бороться, как не натянуть одеяло на себя так сильно, потому что это тоже такой долгий навык. Он нарабатывался годами, останавливать коней, входить в горящие избы. И вообще я все могу сама. Первое, что хочется сказать, ну, если бы у тебя был мужчина, просто ляжь на диване, да, и жди, пока он там сам начнет тушить избы, останавливать коней на скаку. Ну, вот, но тут возникает ведь другая дилемма. Собственно, нужно теперь этого мужчину найти. А чтобы его найти, нужно избавиться от страха. А чтобы избавиться от страха, нужно понять, как ты его создала. А чтобы понять, как ты его создала, нужно раскрутить всю эту цепочку причин и следствия, что мы сейчас и сделаем, да? Я думаю, что многим это будет полезен, этот разбор. Вот, давай я как бы резюме того, что ты сказала. Правильно я тебя понял, что ты оказалась в такой интересной ситуации, которую ты назвала «баба-конь» и «мужик в тапочках со стразами». Очень классно, мне понравились твои вот эти метафорические образы. Это Сати, это Сати, я просто его повторяю. Ну, да, я думаю, что это Сати, наш прекрасный юморист в тему отношений. Да, я Сати там иногда действительно вырезаю. У него много полезного. И действительно, это так часто бывает. И вот смотри, какая интересная ситуация. Да, мы сейчас с тобой будем раскручивать. Ты сейчас находишься в той точке жизни, когда у тебя стоит выбор строить отношения с мужчиной, но при этом ты испытываешь страх, который небезоснователен. Действительно, страх этот есть. И ты говоришь, как избавиться от страха, что я привлеку мужика, либо который в принципе не умеет зарабатывать или, ну, там, обеспечивать, брать ответственность. Либо он ее имеет, эту ответственность, и умеет зарабатывать, но есть страх, что он ее потеряет и вновь тебе передаст эту ответственность. Да, то есть вот такой вопрос. Нет, я боюсь того, что я сама начну это все тянуть. Вот, а вот это вот ключевой вопрос. Я боюсь, что я сама у него опять начну отнимать эту ответственность. Ведь как произошло изначально в твоей жизни? Да, я всегда просто показываю мышек, ну, потому что так наглядно. Встретились две мышки. Ну, и, говорит, одна мышка говорит другой, а давай жить вместе. Вторая говорит, давай. Ну, короче, пошли к ЗАГСам, поставили печати, и представим, что ответственность это некая палочка, то есть эстафетная палочка. Она может быть у одного человека, но в данном случае мы сейчас берем именно конкретно мужскую функцию добывать мамонтов. Если женщина изначально считает, что эта функция не мужская, а ее, и она не хочет ее делегировать и отдавать мужчине, это свобода выбора. Мы здесь никого не будем в этом переубеждать. Если кому-то хочется быть, вот как ты говоришь, бабой-конем, там, в избы горящие входить, там, пожары тушить, бизнесы строить, власть, там, по лестнице власти двигаться, там, приобретать какую-то немыслимую известность, популярность, социальную значимость, совершать подвиги, там, подниматься на Эверест и так далее. Это, ну, ради бога, это свобода выбора. Но если вы хотите быть кайфующей, свободной, расслабленной, и жить, и опираться на надежное плечо сильного альфа-самца, ну, или, по крайней мере, мужчины, которому вы можете доверять, то вы должны изначально понимать, что, конечно, в идеале встретить такого, такую мышку, такого мыша, мышь мужского пола, у которой эта палочка уже есть в руках. Ну, это в идеале. И в твоем случае это было так, да, Люба? То есть у него, изначально, ты говоришь, он работал, деньги зарабатывал. Правильно помнишь? Да, конечно. Но чему учат современное информационное поле? Фильмы, сериалы, там, даже психологи. Они учат женщину чему? Отобрать эту палочку у этой мыши. То есть взять эту палочку, забрать. Сказать, знаешь, чувак, ты, конечно, нормальная мышь, но я мышь круче. Вот давай мы сейчас с тобой будем мериться, у кого эта палочка в руках будет надежнее. И они, конечно, эти мышки женского пола, начинают эти палочки у них забирать, этих мамонтов. Но у того, что они их начинают забирать, есть причина. И вот нам сейчас с тобой, Люба, нужно найти тот корень, вот ту причину, когда вот ту палочку, эстафету... А мужики же, они какие-то, знаешь, ну, они же такие прям перпендикулярные. У мужики они вообще очень простые по своему определению. У них есть, короче, ну, сексуальное вот это хотелка, например, ну, у большинства, да, они какие-то охотники. О, вижу цель. Фух, все, там, надо затащить в постель, там, потом нужно с ней как-то жить начать. Вот. И если вот они сделали свое, там, свои такие, ну, самые базовые, примитивные мужские функции, выполнили, то, ну, есть реально сейчас тоже, кстати, информационное поле все это создает. У многих мужчин такая очень базовая, простая потребность. Меньше работать, меньше брать ответственности, меньше чего-то там добывать, этих мамонтов. И когда женщина такая говорит, слышь, отоди, подвинься, и давай мне сюда свою, короче, функцию, вот эту мужскую, я, короче, начну пойду, я пойду мамонтов добывать, я буду все делать, а ты как бы смотри, как надо, и учись. Но только когда вот это происходит, вот, допустим, ответственность у мужчины, он его выше изначально, да, было. И как только происходит, вот эта женщина говорит, давай я, и сначала это выравнивается, они, например, начинают зарабатывать поровну. Сначала он больше зарабатывал. Но как только женщина начинает отрываться от него, мужикам, может быть, даже это удобно. Он такой думает, о, как классно, я могу больше там пивка попить, телек посмотреть, там с пацанами в баньку сходить, там, ну, не знаю, там в компьютерные игры поиграть. И чем больше этот разрыв, тем больше женщина ненавидит своего мужика, он ее бесит, раздражает, и тем сложнее склеить эти отношения, вернуть ту самую былую, былое, если не равноправие, то, по крайней мере, равномерное распределение правильных функций, про которые мы всегда здесь говорим, где мужчина выполняет свои мужские функции, пять, женщина пять своих функций, вот. Но мы сейчас говорим про главную ключевую функцию, это добывать мамонтов. Так вот, расскажи, пожалуйста, мне свою историю из детства. Кто тебе рассказал сказку или историю, в которую ты поверила? Ведь что такое создание ситуации? Это некая установка в подсознание, какое-то наше верование, убеждение, что нужно поступать именно так, что нужно отобрать у мужика эту ответственность и самой там пойти спасать мир и достигать всех там лестниц карьеры, славы, влияния, признания и так далее. Вот кто тебе это рассказал, эту сказку? Расскажи. Ну, наверное, когда мне исполнилось 18 лет, и мой папа сказал дальше сама, мыл руки и не принимал никакого участия финансового в моей жизни, ну, в 18 лет ты же еще финансово не можешь себя сам обеспечивать. Когда ты учишься, не всегда можно параллельно работать, и то, что ты там заработаешь, не позволит, ну, скорее всего, не позволит тебе себя прокормить. Я думаю, что вот этот момент, потом был еще мамин опыт, потому что мама как-то вот на себе там везла, тащила, хотя она делила ответственность со своим супругой, супругом родителям и развелись, когда мне было 6 или 7 лет. Вот, ну, тем не менее, бразды правления мама, как мне кажется, ну, может быть, делила, не везла на себе, мама не везла на себе своего супруга, но тоже принимала участие, может быть, этот опыт как-то. Я не знаю, но мне не приходило в голову никогда выйти замуж вот так сесть, сложив лапки. У меня таких установок не было. Так правильно, мы поэтому сейчас с тобой и ищем тот корень, когда у тебя все это, как ты растила этого слона, видишь, да, картинку. Сейчас мы разбираем, когда появилось первое посеянное семя, ведь что посеешь, что и пожнешь. Как правило, сеем мы в детстве, ну, сеем, точнее, наши родители в нашем сознании и подсознании. И вот первая ситуация, смотри, видно, да, экран? Вот она, ситуация А1. А1, это когда папа, возможно, это было даже еще и раньше, когда папа тебе посеял первое семя. Он говорит, доченька, тебе исполнилось сколько, 18, да? Да. Доченька, тебе исполнилось 18 лет. Вперед. Вот. Обрати внимание, как сеются позитивные семена, которые создают в нашей жизни счастье, гармонию, богатство, любовь. И как создаются негативные сценарии. Это не любовь, не доверие и не счастье. И, ну, когда мы просто превращаемся в какую-то ломовую лошадь. Очень просто. Если в момент контакта с папой, смотри, то есть изначально произошел контакт с папой, когда тебе было 18 лет. И если в момент, а это сценарий, у нас называется это сценарий А, если в момент этого контакта у тебя была негативная эмоция, сейчас очень важно вернуться туда в прошлое, Люба, ты сможешь вернуться в это прошлое? И сказать, какая у тебя была эмоция в момент контакта с папой, когда две мышки встретились, ты и папа. 18 лет? Да. Какая у тебя была эмоция, что ты почувствовала, когда тебе папа это сказал? Ну, я почувствовала, что у меня нет опора, что у меня нет поддержки, и что я должна вот так, чтобы не потонуть, делать ручками. Смотри, какая интересная ситуация. На самом деле, ситуация А, первая ситуация у тебя возникла не тогда, когда тебе папа это была вторая ситуация, 18 лет. Сначала была ситуация, когда тебя папа учил плавать, когда он тебя выбросил с лодки, ну, например, я его утрирую, там примерно так было, он тебя выбросил, он просто отпустил руки тебе и сказал, плыви, доплывешь, выживешь, не доплывешь, не выживешь. Тебе так показалось. Сколько тебе лет тогда было? 5-6. 5-6 лет. Смотри, первая ситуация возникла в 5-6 лет, когда у тебя возникло первое недоверие к мужчине, к своему самому главному, к первому мужчине в твоей жизни, к отцу, когда он отпустил руки и тебе, у тебя, у тебя стало страшно, неприятно, больно. Нет, я стала тонуть. Да, и ты стала тонуть. И уже тогда это было первое посеянное семя. И когда произошел второй сценарий, когда папа тебе сказал, 18 лет, плыви, сама, это стало лишь подтверждением того, что в твоем подсознании уже сидело на тот момент, уже проросло. То есть, установки в 18 лет уже все были сформированы. Твоя личность уже была полностью укомплектована тем багажом установок в твоем подсознании. И твое будущее было предопределено. То есть, твоя взрослая жизнь, в которой ты, уже взрослая девочка, начала просто строить свою жизнь, исходя из тех убеждений и верований, которые закрепились у маленькой девочки в 5 лет. И ты лишь начала привлекать мужчину, причем, обрати внимание, ты привлекла мужчину, который изначально зарабатывал. но недоверие женщины или девочки к папе когда-то, оно заставляет забрать у мужчины эту ответственность и не доверять ему, потому что он может отпустить руки, потому что он в любой момент может предать, бросить и сказать, иди сама. То есть я сейчас просто рассказываю, как это, ну это классическая история развития любого слона. То есть любой слон, страх в нашей жизни, это лишь следствие определенной цепочки событий, как мы эту проблему создавали. Расскажи, сколько лет ты прожила замужем в итоге? 11. 11 лет. Лобовой лошади. Да, 11 лет ты продержалась на плаву с этим мужчиной. После чего сказала, хорош, с меня хватит. Спасибо, все свободны. Всем спасибо, все свободны. Ну, а по-другому и быть не могло, потому что жизнь, она устроена очень просто. Мы либо создаем то, что нас делает, то, что объединяет нас. То есть мы создаем ситуации в жизни, которые двух мышек сплачивают, объединяет и укрепляет отношения между двумя мышками. Либо мы создаем ситуации, в которых эти мышки разъединяются и все дальше и дальше друг от друга. Это только вопрос времени, когда две мышки и не важно, какая мышка другой пошлет. И скажет, иди в другую клетку, я с тобой в одной клетке жить не буду. Это только вопрос времени. Конечно, есть такие терпеливые мышки, которые терпят, страдают, живут вместе всю жизнь. Толку от этого мало. Эти мышки, потому что они все равно бедные, несчастные и друг друга мучают. Потому что лучше некоторые говорят, ой, когда я развелась, мне так стало хорошо. Так, конечно, хорошо, потому что если вы не знаете, как жить в мире и согласии в одной клетке, то когда ты остаешься в клетке одна, без этого мучителя, конечно, тебе хорошо. Потому что он в какой-то момент расслабился, начал бухать, пить, перестал зарабатывать, отрастил себе животик, стал лысым, стал вонючим, стал вообще тем, я на которого смотреть не могу. И появилось еще такое ощущение, кстати, что другие мужья лучше, или другие мужики, которые там вне этой клетки. Это естественное желание эго убежать из этой клетки, от этого ужаса. Кто-то продержался один год, кто-то три года, кто-то одиннадцать лет, кто-то двадцать лет. Но причина-то она очень простая. И она, вот она. То есть, менять какие сценарии тебе нужно? Два. В первую очередь. Где мы тонем? Где ты тонешь? Где тебе папа, где папа тебя бросил тонуть, первое, в пять лет. Потом, где папа тебя в восемнадцать лет отпустил. Мы сейчас будем менять эти сценарии. И третье, там мама с папой развелись тоже? Мама с папой развелись, когда мне было там шесть или семь лет. А, еще и мама с папой развелись. То есть, получается, кто кого бросил, мама папу или папа маму? Я думаю, по бою мы согласились. Ну, окей, по бою. Ну, в общем, короче, они друг друга бросили. То есть, две мышки разошлись. То есть, какой набор установок у девочки? Ну, давай просто прям возьмем с тобой и посмотрим на объективную картину реальности вот коробочка. Вот эта коробочка. Если ее открыть, открыть эту коробочку, то в этой коробочке 18 лет полностью были скомплектованы определенные установки. И жизнь была предопределена этой девочке на ближайшие ну, как минимум там 10-20 лет. Хорошая новость в том, для всех, кто нас слушает, что эту коробочку можно открывать в любом возрасте и в 30, и в 40, и в 50. и перепрошивать вот эти сценарии, которые вы создали в 5 лет, в 6, неважно в каком возрасте. То есть, мы создали технологию именно перепрошивки вот этой коробочки, которая формирует вашу реальность. Давай, расскажи всем, вот что в 18 лет в итоге, с чем вышла девочка 18-летняя в эту взрослую жизнь? Просто, вот как она мыслила? Образ мышления и, соответственно, модели поведения. Образ мышления. Рассчитывай на себя. На Бога, надейся, сам не плашай. Да? Чтобы много работать, зарабатывать, надо много работать. Относительно мужчин. Относительно мужчин. Относительно. Какой ты себе представляла жизнь с мужчиной? Еще раз. Ой, какой я представляла? Ну что это? Какой я представляла? Я умница, красавица. Принц на белом коне прискакал, забрал меня. Мы же вернем в замке долго и счастливо. Вот так, в 18 лет, я думала. Да. Вот так ты себе представляла в 18 лет, что прискачет принц. Смотри, на уровне сознания, да, на уровне сознания ты представляла себе жизнь именно такой. Ну, про принца, как в сказках, там все как положено, да? Но, реальность-то формирует не сознание, а коробочка с подсознанием. Понимаешь, да? Теперь, конечно, понимаю. Итак, давай с тобой, ну, начнем формировать сценарий факт А, факт Б, для того, чтобы все посмотрели, как мы это делаем в Академии. Потому что ты уже учишься в Академии, у тебя есть уже навык перепрошивки сценария. Сейчас мы понимаем, что нам нужно с тобой перейти к нашему классическому навыку разумного выбора. Итак, давай покажем всем мастер-класс по формированию сценария Б. Навык разумного выбора. Какой вопрос мы задаем для того, чтобы перепрошить это в своем подсознании? Вот вопрос какой. Итак, мы возвращаемся на машине времени. Мне, тебе пять лет. Можно это изменить или нельзя? Да? Поехали, давай. В шесть лет папа отпускает ручки, я тону. Можно это изменить или нельзя? Можно. Можно, да? То есть, можно научиться договариваться с папой, чтобы он не отпускал руки, пока я не почувствую уверенность. и не начну плыть сама, чтобы и он меня страхует и поддерживает. Правильно? Да, все верно. Отлично. Да, мы идем сюда. И мы с тобой будем с помощью специальных практик и технологий этот сценарий закреплять. Ты будешь в своем подсознании. И ты увидишь, как твоя реальность сейчас здесь, уже в этом возрасте, сейчас начнет твоя реальность меняться. Берем второй сценарий, когда папа тебя точно так же отпустил 18 лет. Можно ли это изменить? И как правильно? Потому что, смотрите, здесь, что самое важное, вот, здесь в сценарии всегда чувство вины, то есть, кто-то виноват. Папа виноват, что бросил руки. Папа виноват, что не долвал денег. То есть, не важно, кого мы обвиняем, папу, маму, себя, Бога. То есть, здесь всегда вина. Здесь всегда негативная реакция. и она формирует собственно реальность, в которой мы просто лишь будем подтверждать все время и делать кого-то виноватыми. Муж виноват, там, ну вот, все время кто-то будет виноват в нашей жизни. Это называется безответственность. Вот здесь тотальная безответственность, формирующая жизнь, в которой у нас нету любви, денег, там, либо есть деньги и нет любви, либо есть любовь и нет денег, либо вообще ничего нет. У кого как? Но это вот так, по кругу. И наша задача понять, какую установку и навык нам нужно, чтобы здесь все были счастливы, никто не пострадал, папа жив, ты жива, и самое главное есть благодарность. Благодарность к папе, благодарность к Богу, благодарность к себе. Да? Замечательно. А, кстати, какой навык тебе нужно было создать вот там, какую установку и навык тебе нужно создать для того, чтобы, собственно, папа, а потом и другие мужчины в твоей жизни, начальники, сотрудники, подчиненные, партнеры, чтобы ты с ними смогла договариваться и попадать вот в эту точку Б. Какой это навык и установка? Навык договариваться. Ну, это такое, это очень абстракт. Навык договариваться, он состоит из огромного количества поднавыков. Конкретней. Давайте с установки начнем. Какая установка должна быть? У маленькой девочки в 6 лет. Первое, это установка. Формулировать правильный ответ. Я могу договориться? Да, абсолютно верно. Я могу договориться с кем угодно, когда угодно и о чем угодно. Это первая установка, которую ты формируешь. Я вчера запомнила, я вчера запомнила, перед сном эфир переслушала и снова вспомнила. Отлично. Установка понятна, которую мы формируем с тобой? Это установка ответственного человека, хозяина жизни. Следующее, какой навык ты формируешь, будешь формировать с помощью наших практик? Доверять? Да это не, ну, доверять-то как? Это вообще, ну, это размы, это абстракция вообще. Смотри, мы формируем конкретные навыки. Смотри, я взял ручку. Это навык. Я пишу. Это навык. Я беру наушники. Это навык. Я слушаю музыку. Это навык. Конкретно, какой навык новый ты будешь создавать, чтобы папа тебе давал руку? Договариваться. Ну, конкретно, вот спектакль, разыграй спектакль. Спектакль, разыграй меня. Что происходит между тобой и папой? Вот здесь. Я с ним разговаривать начинаю. Да, я с ним разговариваю из любви и благодарности, из уважения к папе. Вот здесь. И получаю его согласие. Да, доченька, я тебе руку буду давать. Вот, все, вот какой навык и результат. Согласие. Вин-вин. Вот я сейчас, извиняюсь за то, что я тут ноги киваю. Ну, потому что некоторые думают, как? Он же не смог. Я 350 раз его просила. Он меня 349 раз послал. На 350 я не готова. Ну, некоторые так думают. Действительно как? Действительно как? Люба, есть же такие люди. 10 раз им скажешь, объяснишь, с этого боку подойдешь, с того боку подойдешь. Люба, если ты 10 раз подошла к человеку и не договорилась, значит у меня нет навыка договариваться? Значит у тебя нет этого, значит этого навыка нет. Еще раз повторю, договориться можно с собакой, с медведем, ну даже, не знаю там, с кем, с мышкой. Ну, с рыбкой, наверное, сложнее. Ну, с человеком договориться, если у него хотя бы чуть-чуть есть мозга, это просто навык, который ты тренируешься сейчас в нашей академии. И он тренируется. Я знаете, что думаю? Да. Я думаю, что вот тут пришли слушатели и они, наверное, если бы все умели договариваться, уже бы не слушали этот эфир. Наверное, у всех и каждого бывают ситуации, где они не могут договориться или не могут договориться конкретно с этим человеком. Как здесь поступать и мы будем предполагать, что все-таки у того человека, с кем мы не можем договориться, мозг все-таки есть в голове. Итак, вот та жизнь, которую ты создала. И сейчас в этой точке это настоящее, это прошлое. И ты пришла в академию для того, чтобы построить будущее, в котором есть мужчина, любимый, он тебя любит, ты его любишь, и он на самом деле и мы договорились о том, что он принес мамонтов, а не ты. То есть твоя он работает на входе, на входе договорились. Конечно, на входе. Теперь уже на входе, Люба, конечно. То есть он работает, ты красивая. Ну, вот такая договоренность. Ты работаешь, я красивая. Да. Ну, как бы достаточно простая договоренность. Я согласна. Нет, согласна-то ты согласна. Ну, ты-то, ну, ты-то формировал, знаешь, у тебя-то страх сейчас вот здесь, и пока ты этот страх не уберешь, твое сознание согласно, а подсознание будет автоматически создавать старые реакции, старые привычки, понимаешь? Нам-то подсознание нужно перепрошивать, коробочку вот эту менять. Андрей. Да. Там был еще один сценарий, что после раздона с мужем я встретила другого мужчину, полюбила его сильно, решила, что я буду красивая, он будет добывать мамонтов. Я перестала. И для того, чтобы он начал приносить мамонтов, я была розовой тапочкой со стразами и перестала ходить копьем на охоту и приносить себе же мамонтов. А он не начал приносить мне мамонтов. И тут появился еще один страх. Мы, конечно, может, не договорились, снова думаю я. Вот. Ну, и такая ситуация тоже имела место быть. Смотри, вот здесь... Я не отнимала у него больше копьем. Смотри, давай по порядку двигаться. просто обычно к 40 годам или к 30 годам здесь страхов много уже. То есть, все негативные сценарии, их, естественно, не 5. Их, может быть, там 105 или тысячу 5 у людей. Ну, к 30, к 40, к 50 годам. И если мы не понимаем, как мы эти ситуации создали, ну, давай прям по порядку. Прям дальше у нас ситуация с папой. 18 лет. Какой сценарий Б ты будешь создавать в подсознании? Давай сейчас дойдем еще до твоего второго мужа, ну, мужчины. здесь с папой. Окей, папа тебе 18 лет сказал, иди. Какой новый сценарий, в котором у тебя будет только уважение, благодарность и ценность? Создай картинку. Мы поговорили с папой, и он объяснил свое решение, потому что я точно знаю, что он из позиции сделать добро хотел мне помочь. Я это понимаю, что это было не со зла, не из жадности, и в то же время я понимаю, что это было от безответственности сделано, потому что взрослый человек, отец, имеет ответственность перед своим ребенком, даже когда он стал уже совершеннолетним, 18-летним, что если ты отпускаешь руки, и человек не умеет плавать, ему не 5 лет, а 18, но он по-прежнему не умеет плавать, он имеет возможность утонуть. То есть вначале папа, наверное, все-таки должен убедиться, что его дочь стоит на ногах, что она хотя бы зарабатывает, а потом он перестает принимать участие в обеспечении ее жизни. Но в сценарии Б мы договариваемся о том, что папа перестает принимать участие финансовое в моей жизни тогда, когда я уже начинаю зарабатывать сама. Но не в 18 лет. Окей. Какой возраст? Вот как ты думаешь, когда родители должны, ну или, например, папа должен отпускать руки и говорить, все, ты взрослая, я тебе больше не помогаю. Сколько должно быть лет человек, ребенку? Ну, если ребенок учится, он должен закончить учиться, выйти на работу. Абсолютно верно. Конкретика, конкретика, конкретика. Я договорилась с папой, что пока я учусь в институте, ты меня поддерживаешь, пока я не устроюсь после института на работу. Понятно? Папы могут не знать, папы могут быть сами невежественные. Папа, например, посмотрел фильм «В мире животных», увидел, как птенца, птички выкидывают из гнезда, чтобы эти птенцы выживали. Возможно, папа жил по такой парадигме. Возможно, его дедушка так научил. Возможно, папа не знает, что девочку и мальчика нужно по-разному воспитывать и по-разному их отпускать из гнезда. Но папа может этого не знать. Но если девочка маленькая поняла, что папа это в ее жизни мучитель, то пока она не уберет букву «М» и не сделает его учителем, ее мужчины будут мучить точно так же. Просто по определению, потому что так устроена жизнь, так и устроена эволюция этой жизни, пока мы не нагребем каких-то ситуаций вот здесь слонов и в 30-40 лет не придем либо к психотерапевту, либо какому-нибудь коучу «Помогите мне как правильно жить». Слава Богу, у нас есть технологии для того, чтобы все это убрать и исправить. Так вот, давай следующую ситуацию берем. Получилось, что папа был учителем? Ну, конечно, учитель. Естественно, только ты сейчас это начала понимать. Он научил меня рассчитывать только на себя. Нет, он меня научил рассчитывать только на себя. Да, но это это ограничивающая установка. То есть, он тебя научил создавать собственную независимость, разрушая отношения с другими людьми. Вот так он тебя... То есть, он, конечно, был учителем. То есть, если папа учит сына воровать, он тоже учитель. Если мама учит дочку ненавидеть мужчин, потому что папа бросил маму, она тоже учит. То есть, родители учат, безусловно. Вопрос, а чему они учат? Создавать любовь, ответственность и бесстрашие, либо разрушать жизнь и быть эгоистом, эгоцентристом, потребителем, брать и все грести под себя. Я сама, я все, я независимая, я все смогу, я, смотрите, какая я классная, я королева, я на троне. И не родился еще ни один принц на этой планете для того, чтобы вообще, которому я могу там, которого я достойна или который меня достоин. Вот как можно воспитать свою дочь или сына. Итак, следующий сценарий. Папа и мама развелись. Сценарий Б. Это вот твоя линия времени. Это прошлое, это настоящее. Сценарий Б. Какой сценарий новый ты будешь формировать? Я не переживала, что папа с мамой развелись. Окей, вообще не переживала. Я радовалась. Ты радовалась, да? А чему ты радовалась, скажи? Почему ты радовалась? Ну, потому что папа был очень вискоритарен. Итак, конкретно я радовалась тому, что мне нужно понять, чему ты радовалась. У тебя связь пропадает. Потому что неопряженная больше ситуация. Потому что в доме неопряженная ситуация. Скажи, а вот то, чему ты радовалась, это создает счастье и в твоей жизни и любовь, или это разрушает твою жизнь и отношения? Ну, когда ты живешь с человеком, с мужчиной невыносимым, когда он уходит, наступает счастье. Именно это я испытала, когда закрылась дверь за моим супругом. Мне стало так хорошо, гармонично. Так вот, как ты считаешь, это созидательная установка у тебя в голове, когда родители развелись в шесть лет? Нет. Конечно, нет. Я тебе сейчас рисую еще одну картинку. Смотри, твоя установка, которая была сформирована в сценарии с отцом и мамой, когда они развелись, была какая? Твоя установка и намерение потом, которое создавало твою собственную жизнь, что если с человеком плохо, то что нужно делать? Расходиться. Расходиться. То есть, вместо того, чтобы договориться и жить счастливо всю жизнь, нужно расходиться, разводиться, разрушать, разбегаться. Все, вот она реальность. Поэтому был первый муж, ну, с которым, собственно, я сама. То есть, вот две установки ключевые. Две установки подсознания. Первое, если не помогают, нужно не доверять и самой. Вторая установка, если плохо с ним договариваться не нужно, нужно разбегаться. Все, жизнь предопределена. И, кстати, твое будущее на ближайшие 50 лет точно так же, оно уже понятно. Если эти две установочки не поменять. Но мы-то с тобой их уже меняем в Академии, правильно? Ты же работаешь над этим уже, правда, каждый день? Да. Молодец, молодец, отлично. Так вот, новый сценарий с папой и мамой, давай, который будет теперь созидать твое будущее. Это у нас А3. Мама и папа договорились о совместном проживании и у нас счастливая семья. Это очень опасный и разрушительный сценарий, который ты сейчас создаешь. Потому что ты забыла про ключевой навык разумного выбора. Задаю еще раз вопрос. Это можно изменить? Вот смотри, папа не подал руку, папа не давал денег, когда я учился в институте. Это один и тот же сценарий А. Это можно изменить было с папой? Где есть ты и папа? Да. 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 Давай так, идет дождь. Это можно изменить? Нет. В мире пандемия. Это можно изменить? Нет, вот сюда идем. Нет. Да, идет дождь. Нет. В мире пандемия. Нет. Упал курс доллара. Ты не министр финансов, не президент Центробанка. Нет. Нет. Что мы учимся, что мы делаем, когда мы не можем изменить ситуацию? Мы ее принимаем. А принятие – это любовь. Я люблю. То есть принять – это равно я люблю. Понимаешь? То есть я спокойно. У меня спокойная радость, спокойное принятие. Мама с папой разводятся. Ты что, ты будешь в 6 лет впрягаться? Меритик там будешь, да, там, мировым судьей станешь в 6 лет. Хорошо, изменить нельзя. Я могу только принять эту ситуацию, полюбить и выйти из нее с другой установки. Абсолютно верно. Но делать ты это будешь сейчас, Люба, потому что девочка в 6 лет этого сделать не могла. Именно поэтому мы создали технологии, которые называются КУП-8, ключи управления будущим, для того, чтобы вы возвращались вот сюда, чтобы вы смогли вернуться и вот это все перепрошить, перепрошить, чтобы ваша коробочка через 2 месяца, ну, а может быть, через год стала другой. То есть стала формировать ваша, вот эта коробочка, именно она формирует вот эту цепочку событий, намерения, глубинное, может быть, даже бессознательное или подсознательное. Мысль, действие и результат. Результат либо есть муж, либо его нет. Либо есть деньги, либо их нет. Либо есть здоровье, либо его нет. Вот где хранятся, вот где ящик Пандоры. Следующий сценарий. Мой муж сначала зарабатывал, а потом, что там, давай сценарий с мужем с первым, а 4, это четвертый сценарий. Но он не сначала зарабатывал, он работал, а потом он стал безработным и не мог найти работу. Отлично. Вот берем прям вот этот факт, четвертый. Мой муж стал безработным, это четвертый сценарий, а 4, стал безработным и не мог найти работу. И я усердно, 10 лет там, или 11, превращалась, ну в общем, кого мы уже обсудили. Итак, новый факт. Как ты сейчас будешь поступать? Поехали. Можно ли это изменить? Я договариваюсь. Да, это можно изменить. Да, это можно изменить. Я договариваюсь с мужем о том, что семья живет на те деньги, которые он зарабатывает, и он, понимая всю возложенную на него ответственность, находит работу и обеспечивает семью. Да. В жизни бывают провалы у всех. Вот эти вот циклы, циклы Гартнера, или Даннинг и Крюгер, они бывают у всех, и у мужчины, и у женщины. Очарование, разочарование, нашел работу, потерял, взлет и падение, подъемы, кризисы. Но наша задача научиться в моменты кризисов, ну у всех бывают кризисы, моральные, эмоциональные, физические, психологические, болезни, бывает болезнь бизнеса. В этот момент мужчине нужна просто поддержка, нужна и вера в него, тотальная и непоколебимая. Что бы ни произошло, болезнь, падение кризиса, потеря работы, именно в этот момент проверяется любовь. Именно любовь проверяется не тогда, когда вы на пике любви, и когда у вас конфетно-букетный период экстаза. Любовь проверяется вот здесь, когда муж потерял работу. И если женщина не знает, то она не владеет навыками, как правильно поступить в ситуации, когда мужу плохо, он заболел, либо заболел его бизнес, она говорит, мне инвалид не нужен, я тебя бросаю. То есть женщина не рассуждает, если это ребенок инвалид, и ему плохо, она ее спасает. Если это мужик, она его бросает. Вот так учат в современном обществе. Это просто парадигма современного общества. Пусть ребенок останется без отца. Пусть ребенок не сможет свою судьбу построить взрослую. Пофигу ребенок. Главное, что мне плохо с этим козлом, который не может зарабатывать, я немножко утрирую. Вот, но вопрос просто в том, что да, сейчас у него возможно тяжелый период. Но если женщина любит, если она мудрая, она просто сможет дойти до той точки, когда у него все восстановится вот здесь, и дальше снова все будет хорошо. Нужно просто договориться. Понятно? Это следующее. Это смотри, который мы с тобой разобрали. А4, понятно? Да. И главный вопрос, который мы задаем на планете Земля, это достижимо? Да. 90, больше 90% женщин сейчас скажут, нет, это недостижимо. я с ним уже 99 раз пробовала. На сотый раз я больше не пойду с ним договариваться. Так естественно, ты пробовала. Они пробовали разные способы. Они хотели в церковь, ходили к бабкам, они водили этого мужика к психологам, они сами стали психологами. Но они все равно развелись, потому что не смогли найти способ договариваться, не смогли вернуть любовь и доверие. Потому что... Андрей, я так понимаю, что в моей ситуации причиной было того, что я не могла договориться, мое тотальное недоверие. Я не верила в этого человека. Конечно. То есть в какой-то момент на 97-м разу я потеряла веру. То есть я перестала верить, что это человек, который может встать и сделать так, как мне бы виделось и хотелось. Конечно. Люба, это было предопределено. Потому что когда папа в 6 лет отпустил руки, вот он сценарий, когда все началось, а один. Потом это были лишь подтверждения. Семя прорастает корни и всходы мы получаем только то, что мы думаем, то мы и получаем. Выбирай, что думать. Если я думаю, что папа негодяй отпустил руки, я ему не доверяю. В 18 лет это подтвердится, когда папа не дает деньги, ну и я пойду сама зарабатывать и папа не помогает. В 25 лет муж перестает зарабатывать, я ему не доверяю. Потом там в 30 лет приходит или в 35 лет приходит второй муж или второй мужчина, который не зарабатывает, ты все время лишь создаешь то, во что ты веришь. Мы в этой жизни получаем только то, во что мы верим. Если мы верим в то, что мужчины, например, полигамные кобели, мужчины будут приходить и изменять. Либо женщина будет жить просто с любовниками, меняя любовника. Если женщина считает, что мы верим в то, что мужчины, они могут бросить, как папа бросил маму, они могут не дать денег, они могут не зарабатывать, они могут не протянуть руку помощи и не поддержать, она будет лишь создавать такую жизнь, в которой это все будет подтверждаться и не надо этому удивляться, потому что либо мы созидаем то, что мы хотим, либо мы разрушаем. Мы получаем только то, во что мы верим, поэтому мы выбираем то, что думать. Если мы не знаем, что мы думаем, мы такие, ой, что-то семьи нет, ой, денег нет, потому что мы своими мыслями не управляли 30 или 40 лет. Ну, сейчас ты понимаешь это все, да? Я думаю, что и те, кто нас слушает, они тоже сейчас это прямо. Вот здесь все очень понятно. Пятый сценарий с твоим мужчиной, который, как ты, расскажи еще, что там произошло. Окей, все, с тем разошлись, с первым, а со вторым что произошло? Какой там был факт? Так, Люба зависла у нас, да? Так, куда-то мы, смотрите, друзья, если зависает интернет, значит, мы попали в самую сердцевину, в самое сердце страха. Мы попали в самое сердце. Давайте пока, знаете, Люба пропала у нас, сейчас мы ее отключим. Напишите, пожалуйста, свои вопросы или давайте просто поднимите руку, пока у нас Люба к нам возвращается. Поднимите вопросы или прокомментируйте. Возможно, у вас есть ситуация в жизни и вам кажется, что ее создали не вы. Да, вот Тами, давай, Тами, как раз я хотел на твой вопрос как раз ответить, давай, про измены. Да, я просто как раз сегодня в рамках эфира. Кстати, сегодняшнюю тему Тами и вообще все, что происходит в чате, в Телеграм-канале, вот эта тема про ответственность, она как раз благодаря твоему вопросу. А почему он не изменяет? Как он мог мне изменить? Я же такая красивая, вообще просто божество, да, и он не изменил, например, да? Давай. Люба, сейчас, одну секундочку, Люба, я Тами отвечу на вопрос и ты вернешься, Люба. Тами, давай. Я хочу новый вопрос задать, ну да, хорошо, Андрей, давайте. Да. Вопрос задать мне? Да, про измены, ты задай этот вопрос про измены. Помнишь? Про измены, новый вопрос задать про вот сейчас, о, эфир что шел, про договоренности, но я могу... Ну давай сначала про договоренность, потом про измены. Окей, задавай вопрос. Про договоренности мы, ну я эфир выходила, у меня были звонки, я не все дослушала, но я обязательно еще все дослушаю вечером. Я хотела спросить, вот вы говорили, что нужно было договориться, это правда очень-очень сложно, это одна из самых больших проблем. Допустим, у меня тоже с отцом была проблема, я не смогла бы с отцом никогда договориться, вот. Ну я росла без отца, и, ну, жизнь пришла, когда мне было где-то 16 лет, у него были свои законы, он хотел так, а я хотела совсем по-другому, я росла в Европе, вот. Говори погромче, потому что тебя плохо слышно, так, окей. С папой были тоже проблемы, я росла без папы, папа был 20 лет в тюрьме, и мне было 16, когда он вышел из тюрьмы, и он хотел, чтобы было так, как по его закону. И у нас никогда не произошло бы договоренности, так как я росла в Европе, а он в союзе был. Угу. И вопрос. Как я могла с ним договориться? Ну как? Никак. Да, рассказываю. Друзья, для нашего подсознания, для нашего подсознания, вот коробочка, в которой хранятся наши убеждения, наши верования, это то, что формирует нашу реальность, в которой мы либо богатые, либо бедные, либо счастливые в отношениях, либо несчастные, либо здоровые, либо больные. Все это создается, в первую очередь, договоренностями. И если человека, с которым нужно научиться договариваться, нет на планете Земля, а он умер, либо нет физической возможности с ним это сделать, для подсознания не принципиально. Вы делаете это во сне, вы делаете это виртуально, или вы делаете это вживую. То есть мы создали технологии, с помощью которых вы можете создавать договоренности с человеком, которого даже уже нет в живых. С дедушкой, который умер, или с папой, который ушел из жизни. То есть вы нарабатываете вот этот навык новый просто с помощью виртуальных технологий, которые мы создали, компьютерных, медитативных, специальных. Тами, я ответил на твой вопрос? Да, да, я знала, прошивание, да, я поняла. Да. Второй вопрос твой был, я его зачитаю, про измены. Ты сможешь этот вопрос повторить? Хорошо, я точно может не сформулирую, но... Я тебе его напомню, этот вопрос, он у меня даже записан, я хотел на него сегодня ответить как раз. Этот вопрос звучит так, давай я тебе напомню, ты его своим голосом озвечешь. Ты спрашиваешь, если мой мужчина каждый раз будет подрывать свое доверие и каждый раз нужно прощать ему и доверять ему заново, то есть если мужчина изменяет, ему снова и снова нужно прощать и доверять? Вот так ты спросила, да? Да, 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 точно. Отвечаю на твой вопрос. Когда мы выходим замуж или женимся, наверное, он в эту первую брачную ночь не изменяет, Тами? Конечно, нет. Нет, не изменяет, правда? Да. То есть как устроена жизнь, вот она. То есть первую брачную ночь он не изменяет, возможно, он даже не изменяет в первый год, да, пока идет очарование. Да, все правильно. Измены начинаются вот здесь, когда возникают разочарования. Когда мы превращаемся из источника наслаждения в источник страданий, в источник боли. И если мы, соответственно, вам изменили, вам нужно понять в первый раз, точнее, смотрите, измена – это уже следствие. Идет, смотрите, идут сначала маленькие конфликты, потом идут маленькие неудовлетворенные потребности, о которых люди либо умалчивают, либо не договариваются. Ты правильно сказала, что нет ничего сложнее на этой планете, чем научиться договариваться. Тами? Очень сложно, да. Это самое... Понимаете, умение договариваться – это самое сложное и самое важное на этой планете, в этой жизни. Это... И учиться можно только с одним человеком. Когда вы меняете людей, этот навык натренировать невозможно. Когда вы меняете мужей, там, любовников, людей вокруг себя. Самый важный человек – это которого вы выбрали и начинаете учиться с ним договариваться. Не научили... Трещина, разошлись... То есть, любая недоговоренность, любой незавершенный конфликт, он просто усугубляется и потом со временем это превращается в измены, в подставы, предательства, разводы и так далее. Кто это создает? Конечно, мы создаем сами маленький, то есть, не решая маленькие сначала конфликты, не говоря, не разговаривая, не договариваясь. И от маленького к большому. Соответственно, нужно ли доверять? Конечно. А какой другой вариант? Если один раз он совершил ошибку маленькую и вы ему после этого не доверяете, он совершит вторую ошибку, ваша степень недоверия вырастет, потом это недоверие перерастет в конфликты, конфликты перерастут в измены и измены перерастают в разводы. Вот как мы создаем, собственно, все жизненные проблемы и потом мы с этими страхами живем, с этими слонами и думаем, а как нам будущее построить? Да никак мы его не построим, если мы не изменим прошлое в своей голове. Вот именно вот в этой коробочке. Тами, спасибо за вопросы. Если останутся вопросы, пиши под этим эфиром, окей? Я на остальные вопросы отвечу тебе в видео. Люба, заходи, давай мы с тобой резюмируем сегодняшнюю встречу для всех. Так, Люба, дай я тебя, давай, заходи. Да, я извиняюсь, мой айфон перегрелся. Да, ну, ослыл немножко. От накала страстей. Да, 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 от накала. Давай просто сделаем выводы сейчас для всех. Вот ты как уже ученик нашей академии, ты уже там несколько недель в академии, глядя на эту схему, что ты поняла, осознала за эти несколько недель? Давай, самый главный вывод. Главные выводы, первый вывод, что в некоторых ситуациях уже после всех вот этих детских я не брала ответственность на себя. И сегодня, прочитав этот пост, я вдруг осознала по ряду других своих сценариев, где я до сих пор обвиняла других людей в том, что ситуация у меня складывалась так, я вдруг поняла, что нет, это моя ответственность, а я до сих пор обижаюсь на этих людей. Это первый вывод. Второй вывод. Делать технику мап и каждый день проговаривать в себе установки из сценария B, визуализировать и проживать в сценарии B и, может быть, фантазировать, как в будущем, когда случится ситуация А из прошлого, я буду ее уже проигрывать по другому сценарию. Совершенно верно. Давай я сделаю вывод тогда для всех. Друзья, для того, чтобы построить светлое будущее, вот я его сейчас нарисую, вот оно, это светлое будущее, в котором у вас есть и деньги, и любовь, ну и лучшим для вас способом. Для этого новая жизнь это новые привычки. Чтобы создать новые привычки, ну, навыки, привычки, нужно понять, какие у нас есть старые навыки и привычки, которыми мы создали проблемы в своей жизни под названием страхи, обиды, претензии, чувства вины. Если мы не поймем, какими навыками, установками мы создавали вот эти сценарии A, то они просто в будущем что будут у нас повторяться? Поэтому можно вот это будущее про него забыть. И, собственно, навык, с которого мы сегодня начали, это первый навык в нашей Академии КУП-8, это навык брать ответственность за создание всего в своей жизни. Ответственность, что такое ответственность? Ответственность, это умение договариваться с любым человеком, не убегать, не обижать, то есть, не обижаться и не убегать, не обижать и не давить и убивать человека, либо его всячески принижать, оскорблять, то есть, не обижаться и не обижать, а договариваться. Это главный, ключевой, фундаментальный навык, по сути, это и есть навык ответственности. Если у меня конфликт, я говорю, да нет, это он. Даже 1% ответственности, если мы переложим на него за то, что мы не договорились, все, вам придется этого человека либо уйти от него, либо убить этого человека, чтобы оказаться правым. Но мы не будем этим заниматься, не убивать, не убегать. Мы будем брать 100% ответственности, потому что пока мы живы, мы можем все изменить. И мы будем до тех пор учиться брать ответственность и договариваться, пока мы не научимся с любым человеком на планете Земля создавать вин-вин из любви, из ответственности и без страша. Да, Люба? Да, я буду стараться. А мы тебе в этом поможем, потому что у тебя есть тренер, у тебя есть партнер, у тебя есть Андрей Александрович Антонов, у тебя есть Елена Геннадьевна Антонова и самое главное, у тебя есть 8 ключей, это 8 технологий, с помощью которых можно поменять любой сценарий А на сценарий Б. Друзья, кто еще этому не научился? Я приглашаю на нашу практику, мы открыты уроки для того, чтобы вы хотя бы попробовали, как работает эта магия. это просто настоящее волшебство, когда всего лишь за неделю можно изменить любой сценарий, не только настоящего, но и прошлого, всего лишь за неделю. Это навык разумного выбора, это фундаментальный навык, приходите на нашу практику, а лучше приходите в нашу академию, мы вас всему этому научим, освоите все технологии и живите на 100%. Строите свою любовь с любимым человеком, строите свой финансовый достаток и снимайте со своего мужчины тапочки со стразами, снимайте с себя бронежилет женщины с остальными, там всем остальным, снимайте с себя вот эту маску коня, который на скаку остановит и станьте просто настоящими женщинами, расслабленными, красивыми, вот такими, как Люба. Люба, тебе огромное спасибо за сегодняшний эфир, надеюсь, всем было полезно. Станьте такими прекрасными, улыбающимися, доверяющими, любящими, женственными, ласковыми, умеющими договариваться. А мы, мужчины, мы будем учиться брать ответственность за вас, чтобы вы были счастливыми. И мы будем учиться быть сильными, решительными, мужественными, ответственными, защитниками, которые будут защищать и обеспечивать вашу физическую, эмоциональную и финансовую безопасность. Да, мужчинам тоже нужно учиться. И все, что мы сегодня говорили про женщин, это также на 100% касается и мужчин. И неважно, кто приходит в нашу академию, мужчина или женщина, каждый учится брать 100% ответственность за свои собственные сценарии жизни. Люба, спасибо. Друзья, жду завтра и, собственно, каждый день в 12.00 на нашем разборе. Поэтому завтра тогда будет очередной разбор. Всем спасибо и пока. Вопросы, какие остались, пишем под этим видео в Телеграм-канале. Я буду отвечать на ваши вопросы и записывать ответ. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok